По меньшей мере 170 тысяч осужденных по всей России были завербованы на войну против Украины. Как правило, это убийцы, насильники и маньяки. Многие из них после получения ранения возвращаются не в тюрьмы для отбывания наказания, а в российские города и деревни. Ведь ранее Путин подписал указ об амнистии преступников, воюющих в российской армии. По возвращению сомнительные герои, так называемое СВО, берутся за старое, совершают преступления повторно, в том числе по отношению к своим близким. Это растет. Насилие в отношении женщин в России на очень высоком уровне. Тысячи женщин погибают каждый год в результате домашнего насилия. В России нет закона, который бы четко криминализировал домашнее насилие или насилие по половому признаку. Многие из возвращающихся, и это новая тенденция, совершают новые насильственные преступления, начиная с женщин, девушек, детей, включая сексуальное насилие и убийство. Мариана Коцарова, спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в России, цитирует издание «Голос Америки». С января по август 2024 года в России зафиксировали более 400 тысяч тяжких или особо тяжких преступлений. Это самый высокий показатель за последние 13 лет. К примеру, в Белгородской области за год почти на 30% возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. И причина роста немотивированного бытового насилия – возвращение с фронта так называемой новой элиты России. В России, да, с войны, с Украины, да, с фронта хлынул поток преступников, причем во многом особо опасных преступников, взвербованных еще Пригожиным, причем Пригожин предпочитал брать тех, на ком кровь, кто не боится крови. Рвануло все тогда, когда, во-первых, это скрыть стало невозможно, во-вторых, изменилось к этому отношение. А изменилось к этому отношение у нас ровно год назад, летом 2023 года, стало понятно. Конечно, никому не жаль население Российской Федерации. Путин милует, значит, каннибалов, Путин милует убийц, Путин милует киллеров. Вот, например, теперь по улицам спокойно ходит людоед. Житель Волгограда Дмитрий Малышев, осужденный на 25 лет лишения свободы за убийство и ряд других особо тяжких преступлений, вернулся с фронта в родную деревню в отпуск после ранения. Десять лет назад Малышев убил уроженца Таджикистана, вырезал его сердце, пожарил его и съел. Снимаю все это на видео. А до этого, будучи участником преступной группы, расстрелял двух бизнесменов, чтобы завладеть их машиной. Также Малышев и его подельники планировали убить полицейских, намереваясь получить оружие для последующих нападений. Однако их засада провалилась. Малышев рассказывал, что подписал контракт с Минобороны в октябре 2023 года и отправился на фронт в составе отряда «Шторм-В». На вопрос о том, почему он решил отправиться на войну, людоед отвечает, что хотел защитить традиционные ценности, пишет издание «Замоскоу Таймс». Малышев и ему подобные не только остаются на свободе, но и привлекаются к учебному процессу в российских школах. В частности, преподают основы безопасности и защиты Родины. Даже если это не бывшие зэки, это люди, прошедшие преступную войну. Люди, которые выживали среди смерти вокруг и убивали сами. Что вы хотите, чтобы они преподали детям? Опыт убийств? Презрение к жизни? Психические расстройства? Раньше детей должны были учить их личной безопасности. А теперь акцент смещен на защиту Родины. Причем Родина традиционно понимается как действующий режим. Кроме преподавания в школах, так называемую новую элиту привлекают и к управлению страной. Теперь Кремль берет на стажировку в госаппарат российских военных, которые прошли обучение по путинской программе «Время героев». Первый поток из 83 российских военных начал обучение в конце мая. С июля участников программы стали направлять на стажировку в регионы. Так, например, Михаил Острянский, служивший в составе ЧВК «Вагнер», возглавил парламент Красно-Вишерского городского округа в Пермском крае. Всего в начале сентября на прошедших в России выборах депутатами разных уровней стали свыше 300 вернувшихся с фронта участников войны против Украины. Юлия Грановская для телеканала «Фрида».